Образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. У каждой школы свои потребности и возможности. Последние складываются из средств городского бюджета, поступлений по наказам избирателя депутатов городской областной думы и собственного дохода учреждения, например, от платных образовательных услуг или аренды. У нас есть комиссия в управлении образования, мы рассматриваем все заявки руководителей, мы рассматриваем приоритеты, потому что для нас сегодня главная задача сохранить здания. Очень многие здания у нас имеют 50 и более процентов износа, есть даже здания 90 процентов износа. Для нас сегодня необходимо обеспечить, беспребойно функционируем всех систем жизнеобеспечения, канализация, водоснабжение, электроснабжение, отопление, конечно, потому что каждый год мы выполняем мероприятия по подготовке к отопительному сезону. На ремонт помещения у школы 61 на это лето заложено более 600 тысяч рублей. На эти деньги обновили холл, раздевалку, покрасили мастерскую. Большое внимание уделяем безопасности, поэтому в этом году кроме вот этих ремонтных работ заменены 6 дверей пожарных выходов запасных, потому что здесь это, конечно, очень важно. В 36-й гимназии львиная доля средств направлена на ремонт кровли и крыльца. Работа сейчас в самом разгаре. Кроме обновленного парадного входа, 1 сентября всех учеников этой гимназии ждет еще один приятный сюрприз. В учреждении появилась зона букроссинга. Учителя и ученики смогут теперь обмениваться друг с другом книгами и устраивать тематические выставки. Получилось дешево и современно. Покупать ничего не пришлось. Это ручная работа, как говорят сейчас, хендмейт. То есть мы обратились к нашим родителям, которые с удовольствием нам пошли на помощь и поддержали нашу идею и сделали это из пиломатериалов. Приемка школ в Иванове стартует с 6 августа. Времени, чтобы закончить ремонтные работы, осталось совсем немного. Однако сомнений в том, что все школы Иванова 1 сентября откроют свои двери для учеников, управления образования нет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.